Минувшей ночью Банжи поделились довольно важной информацией в своем блоге ТВАП. В статье раскрыли подробности того, как изменится уровень силы игроков, когда стартует новый рейд, что будет с экзотами квесты, на которые пропадут, поговорили об изменениях некоторых торговцев и о контрактах, которые мы сейчас копим в преддверии нового сезона. В общем, много всего. Устраивайтесь поудобнее, сейчас расскажу самое важное. Начинается статья с раскрытия некоторых деталей об уровнях силы. Банжи уделили этому довольно много внимания, разживав для самых молодых игроков то, как в игре обозначаются разные пределы прокачки. И я думаю, что с учетом того, что среди моих зрителей много новых игроков, эта инфа будет полезна и вам. Итак, если мы говорим о прокачке персонажей в Destiny 2, то вам нужно знать 4 термина. Если объяснять тебе это не нужно, то мотай вот на эту отметку. Базовый уровень силы Soft Cup, Power Cup и Hard Cup. Итак, базовый уровень силы это тот уровень, с которым игрок начинает игру. Он же обновляется с каждым годом и ниже него снаряжение в игре не опускается. После релиза Королевы Ведьмы этот уровень будет составлять 1350 силы. Именно с этой цифры новые игроки будут начинать теперь свою игру. Давно вы не играли и решили вернуться, или вы вообще впервые создаете персонажа и просыпаетесь на космодроме, вы будете 1350 уровня силы. Это база. Soft Cup. Этого предела силы можно достичь просто зарабатывая награды за завершение активностей, выполнение заданий и открытие энграм со снаряжением. После релиза Королевы Ведьмы значение Soft Cup будет 1500 единиц. Power Cup это уже первая величина уровня силы для больших мальчиков и девочек. Тут вам перестает падать снаряжение выше вашего уровня из обычных активностей, плейлистов и наград. Задания на карте, которые дают мощное снаряжение, это именно то, что нужно для достижения Power Cup. Power Cup после выхода дополнения будет равен 1550 единиц. Ну и когда ты проведешь в этих активностях достаточного времени, ты доберешься до крайнего ограничения. Hard Cup. Пора отправляться в активности Pinnacle, ну или сверхмощная. Это, к примеру, актуальный рейд, испытания Осириса и другие сложные активности. Hard Cup Королевы Ведьмы будет 1560 единиц. Выше этого значения можно будет подняться, только прокачивая бонус к силе от артефакта. Итак, еще раз. Базовый уровень силы после Королевы Ведьмы 1350 единиц, Soft Cup 1500, Power Cup 1550 и Hard Cup 1560. Готовимся качаться. Имейте в виду, что после релиза крупного дополнения, как раз такого, как Королева Ведьма, источники мощных и сверхмощных наград меняются. Банжи пока не сообщили точно, какие именно перемены будут в наградах, но по опыту обычно меняются награды рейда на тот, что новее, и источники, расположенные на локациях уходящего игрового года, тоже больше не дают мощных и сверхмощных наград. В этот раз, скорее всего, отпадет необходимость в имперской охоте и симуляции экзо на Европе. Следующая тема из блога разработчиков – торговцы и изменения экономики. Во-первых, начиная с Королевы Ведьмы, с синием, они же редкие награды, перестанут выпадать из всех плейлистов после того, как вы доберетесь до Soft Cup 1500 силы. Вместо этого у вас повысится шанс лутать легендарку и материалы. Однако синька будет выпадать из убитых врагов и сундуков, как и прежде. В студии надеются, что эти изменения помогут избежать игрокам проблем с регулярным переполнением почты во время фарма и долгой игры. Во-вторых, рассказали о том, что будет с оружейником и той тонной оружейных материалов, которая скопилась у всех игроков за ненадобностью. Что ж, от всех этих материалов нужно успеть избавиться до 22 февраля. После этой даты они автоматически пропадут из вашего инвентаря. Нужно это, потому что оружейник получает уже знакомую нам по Авангарду и Гарнилу, к примеру, систему репутации. Зарабатывать репутацию Банши 44 игроки будут, разбирая оружие и выполняя контракты. У меня скопилось несколько стаков под 10 тысяч этих материалов, а пылить это всё я не намерен в одиночку. Так что будет стримчанский, следите за анонсами в группе ВКонтакте. Ещё изменения коснулись модов. Во-первых, ресурс деталей модификаторов пропадёт из игры. А те моды, что будут продаваться впредь у Ады и Оружейника, будут стоить 10 тысяч блеска. Кроме этого, продавать они теперь будут не по два мода на выбор, а по четыре. Криптар Храхул в соседней палатке тоже подстраивается под рыночек. Теперь он, как и сообщалось ранее, будет торговать планетарными ресурсами вместо Паука, который исчезнет из игры 22 февраля. А кроме ресурсов, он будет продавать призмы и осколки для улучшения снаряжения. Раньше ими также торговал Оружейник. Ещё Криптар Храх наконец-то научился расшифровывать теневые энграммы. Так что в шлем придётся летать, если вы хотите их сфокусировать на конкретную какую-то награду. Теперь поговорим немного об экзотах. Как я и говорил в прошлом видео, из-за того, что в феврале из игры удаляют часть локации и контента, это отражается на некоторых квестах на экзотическое снаряжение. Так вот, сегодня Банджи объяснили, как именно теперь можно будет получать револьвер Хоукмун и винтовку История Мертвеца. Нет, не в Монументе Угасшего Света, представляете? Это оружие еженедельно будет продавать торговец Зур с разными перками. Стоить они будут 1 высший осколок, 1 экзот шифр, 125 тысяч плеска и 200 легендарных осколков. Так что да, для среднего игрока довольно недешево. Ну и долгожданные новости про катализаторы для Хоукмун, Истории Мертвеца, Скипетра Агера, Идеальные Эпидемии, Шопота и Четвертого Всадника. Все они будут падать в плейлистах. Ну и на сладкое. Новый рейд дополнения откроет свои двери для игроков 5 марта, спустя 2 недели после релиза в субботу. Собирайте команду и врывайтесь. Плюс 1, кстати. Испытания Сириса тоже придержат, пока рейд не будет освоен. Первые пвп-состязания этого режима пройдут 11 марта. В завершении тваба, DMG поделился инфой для тех, кто солит контракты. То есть выполняет их и оставляет в инвентаре на новый сезон. Что нужно знать? Контракты Железного Знамени не будут удалены из инвентаря. Но награда, падающая за них, будет заблокирована на базовой силе в 1350 единиц. Не стоит солить контракты сезонов и уходящих локаций. А также оружейника, потому что он переработан, как вы помните. И скитальца. Почему скитальца нельзя, расскажут в следующих статьях. Кроме этого, могут быть удалены контракты пунктов назначения. Короче, почти любой засол на ваш страх и риск. Я лично оставляю все, что уже засолил. Ну а насчет того, чтобы солить новое, пока еще подумаю. А на этом пока что все. Спасибо, что досмотрел до конца. Не пропусти следующее видео. Подписывайся на канал. Приходи на мои стримы. Я сейчас иногда на твич залетаю. И будем дружить. Пока.